Продолжение следует... Это последняя цель, чтобы вернуться? Что это? Откуда мы пришли? Зачем же мы здесь, если нам придется опять возвращаться куда-то? Это как бы все бесполезно. Зачем мы здесь? Зачем мы на этой земле? Это все как бы непонятно для чего вообще. Что это? Зачем быть живым, собственно? В вашей жизни вы сейчас родились, ребенком, потом начали расти. И в вашей жизни, каждый ходил в какую-то школу, университет. И каждый родитель знает, когда он посылает ребенка в школу. Когда-то он должен закончить школу. Даже ребенок знает, что он школу скоро закончится. Я иду в университет, я там несколько лет поучусь и закончу. То есть вы идете для того, чтобы достигнуть такой осознанности, повзрослеть. Когда-то вы идете в университет. И потом возвращаетесь, забываете о себе, только одна вещь случается. Забывайте, кто вы, кем вы были. Это вы забываете. Пока вы не помните, кто вы. И пока не вспомните, кто вы, существование будет все время посылать вас сюда. Когда вы вспомните, кто вы, и тогда не надо будет. Сначала мы были такими детскими душами, baby souls. И потом мы растем, растем, растем. Душа тоже взрослеет. Как первый класс, второй класс и так далее. Также и душа тоже преодолевает все эти стадии. И становится более взрослым. Она полностью, как бы, достигла уже высшего края. Да у вас были все опыты и все прошлое. Куда бы вы ни пошли, а потом, пока вы не знаете, вы не можете сказать об этом. Вы не знаете об этом. А потом, кто-то вам говорит, пойдите посмотреть на что-то. Вы начнете идти, смотреть. Но до этого вы не можете посмотреть. Вы не можете подсказать об этом, что вы знаете, как это выглядит. Это ум. А то, что вы заходите, вы идите за пределы ума. Вы достигните этого понимания, да? Вы пришли, как бы, из осознанности. Тело приходит, приходит ум, и вот эта неосознанность. Ум стоит между этим. Если вы спрашиваете, почему, зачем вы здесь? Нет никакого вообще значения. Никакого смысла. Вы пришли сюда только для того, чтобы спросить мастера. А мы пришли сюда, чтобы получить удовольствие от этой планеты. Не надо ничего-нибудь надавать, ничего. Ну, то есть, вот, здесь вообще все уже есть. Мы пришли на эту планету, чтобы получить удовольствие. Но удовольствие придет только тогда, когда вы живете в моменте. Как я могу быть в состоянии не ума, быть и за пределы ума. До этого не было ума. Он начинает с вами, полный круг идет. И поэтому, кто бы у них становился просветленным, идет уснение не ума. Он начинает, он знает. И для многих, кто становится просветленным, начинает любить себя. Зачем столько исследований, столько напряжений, усилий? Потому что я знаю, потому что я никогда не терял себя. Я никогда не терял себя. Только за мной. Только вспомните себя. Возвращение о себе придет. Вспомните, кто вы. То вам не нужно будет ничего. Что бы ни случилось, то случилось. Как существо не захочет работать через вас, так оно будет работать. Вам нужно будет, допустим, работать, сидеть или что. Или идти. И это будет происходить. У вас нет, не будет уже таких желаний. Хочу это, хочу то. Все, что бы не случилось, все это будет приниматься. И получать с удовольствием. Когда вы закончите, заканчивается все желание. Вы просто будете получать удовольствие от всего, что происходит. Просто происходить, это и происходит. Сейчас и здесь происходит с нами. Всегда. Но он хочет, допустим, вы имеете это, а он хочет еще чего-то. Это проблема. Когда ума не так. Вы пришли сюда, на эту планету, чтобы наслаждаться этой планетой. 50-60 лет, 80 лет жизни, что они присылают вас, узнать это, получить удовольствие. Получить удовольствие от, не знаю, от океана, от пляжа, от Панадзии. Мы пришли из ничего, уйдем в ничто. Проблема только у человека, потому что у животных нет проблем с этим. У животных нет ощущений к будущему, достижения чего-то. Нет проблем. Проблема только у человека, у кого есть ум, соответственно. У ума есть ум, и не находится никогда в настоящем. Когда вы здесь в настоящем, никаких проблем нет. Вы получаете удовольствие от тех, чтобы не пришло, вы получаете удовольствие. Ничего нет, вы получаете удовольствие, есть что-то, но умеет. Если у вас есть кто-то определенный, он хочет еще, еще. Ум никогда не говорит, я есть, я получаю удовольствие. Все, что у вас не было, он хочет еще больше. Допустим, ваш партнер любит вас. Допустим, ваш партнер любит вас. Партнер любит вас. Но я не хочу, что у вас есть. Если он вас любит, вы его любите, но ум говорит, я хочу большего. Он не делает для меня вот этого. Он не дает мне вот этого. Даже если он дает вам очень много, все равно, он не может непокоиться, удовлетвориться. А если вы не в уме, даже если вам ничего не дает, вы будете удовольствованы даже этим, тем, что он вас любит, и все. Ум никогда не получает, никогда не может остановиться. Не бывает удовлетворен. Я хочу это, 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 это. Только одно слово для ума. Больше, больше, больше. Очень много вещей. И если вы не можете все вещи вместе сопоставить, из-за того, сколько у вас желаний есть, ну, опять, если, получается так, что если все вдруг, то, что вы хотите, придет к вам в момент, вы хотите то-то-то, то, то-то, то, 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 просто садитесь с ума. Вы хотите очень много всего. То есть, если это все сейчас придет к вам, то есть, когда ум закончится, тогда и желание закончится. И вы вспомните себя. Вы просто забыли. Это то, что мы забыли. Забыли. Это проблема. Нам 20 лет, 30 лет. Но мы не знаем, кто мы. Тот день, когда вы узнаете, вы полностью благотворены. Все, что вы не имеете, все, что приходит, все хорошо. Пришло – хорошо, не пришло – нехорошо. Ум никогда не бывает. Ум никогда не бывает. Туритворю. Я хочу больше, больше. Ваш партнер пришел и сказал, что я люблю тебя. Он приходит. Он приходит. Он приходит. Он приходит и говорит. Пять раз он говорит вам, я люблю, люблю, люблю тебя. В этот момент, окей, через час, что-то вам опять хочется, чтобы он пришел и сказал. Даже больше, чтобы он меня полюбил. Никогда недостаточно. Он недостаточно. Никогда. Никогда не тот утворение. Всегда вот он все хочет, хочет, вопрошает что-то. Тут как бы основа ума, естество ума в том, что он никогда не утворен. И тогда все, что вы не получили, вы удовлетворены, когда вы будете за пределы ума. Быть тотально в присутствии. Получить удовольствие от момента. В моментах в момент. Значить, получить удовольствие от момента к моменту. Ум уходит и огонь заканчивается. Существование приходит. Вы существование. Можете убить мою маму сам дальше? Я могу убить, если вы готовы. Если вы готовы, даже не надо ничего говорить. Если вы готовы, это случится. Если вы открыты, если вы пусты, если вы идете вне ума, тогда это происходит автоматически. Что они смотрят, кто открыт, кто свободен. Вы говорите, я готов. Вы говорите, готовы, но на самом деле нет. Последние истории мы закончим. Несколько лет назад, в 16-17 лет назад, Рама Тиртхак был такой мастер в Индии. Он жил в Варанасе, в Варанасе, в Варанасе. Этот человек пришел, чтобы видеть его. В Варанасе он жил. Пришел в его дом. Ему сказали, что он пошел. Пошел, по-моему, в Гангу. Человек этот пошел за ним. Мастер собирался плавать, по-моему, на лодке, и человек подошел к нему за минуту. Ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Я слышал, когда люди приходят к тебе, они меняются. Они меняются, да, они как бы трансформируются. И сделали просто со мной то же самое. Но мастер сказал, да, хорошо. Сейчас я только поплаваю на лодке. После этого мы с тобой поговорим. И он пригласил мужчину ученика с собой на корабль на лодку поплавать. Драма Кришна прыгнули в воду. Да, прыгнули в воду. Когда мужчина прыгнул в воду, мастер прыгнул на него и начал топить. Топить, 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 топить. Очень сильный. Он тут хотел выскочить, да. Он очень сильный. Рама Кришна был очень сложным. Он все кто-то должен топить. В этот момент, в последний момент, этот человек со всей силой выкинул его от себя. Он выскочил, он выскочил из реки и начал прям вопрошивать, гнелаться. Почему ты, мастер, просветленный? Ты еще не просветлен, ты еще убийца. Ты хотел убить меня. Зачем меня топил? Рама Кришна сказал, слушал, слушал. 5-10 минут. Чуть-чуть успокоился. Рама Кришна также вышел из реки. Сейчас мы пойдем с тобой домой и поговорим. Я еще не буду с тобой разговаривать. Что ты с тобой делал? Я не хочу никаких сатсангов, ничего с тобой. Рама Кришна сказал, Я хочу задать тебе вопрос. Вот я тебя когда топил, ты вначале не мог сопротивляться мне. Лишь только в самый последний момент ты меня выкинул. В этот момент, что ты думал, о чем ты думал в этот момент, когда ты всю энергию пустил на то, чтобы выбросить меня, отодвинуть меня от себя. Но у меня не было никаких общих сатсангов. Ты вспоминал о своей жене. Ты вспоминал о своей работе, о своих друзьях. Ты вспоминал о своей работе, о своих друзьях. Ты сказал, что ты помнил, что ты пришел ко мне и спрашивал этот вопрос о трансформации. Ты ничего не помнил. Так что же было-то? Я просто хотел вдохнуть. Я просто хотел вдохнуть. Потому что если бы я не вдохнул, все, я бы умер, утонул. Только одно дыхание, один вдох. Если бы я тебя не выбросил в этот момент, то я бы погибла. Я ни о чем не думал. Ни о работе, ни о чем. У меня друзьев, ни о любовниках, ни о ком. Их мыслей не было в этот момент. Даже не было никакой мысли о том, чтобы быть просветленным, ни о чем. Только вдохнуть. Вот как вот, когда на суперденье, когда ты захочешь покончить своим умом, вот с такой же энергией, как сейчас, ты придешь ко мне, я тебя преображу. И мучает этот мужчина сказал, ну нет, у меня очень много желания, я хочу. Хочу те вещи, хочу быть с моей женой, хочу мою работу и так далее. Тогда Рома Кришна сказал, ну тогда нет. Когда ты полностью захочешь. Если тебе будет очень сильный желание, я сам приду к тебе. Если вы говорите, убей меня. Если вы готовы, это случится так или иначе. И вы умрете. Будьте готовы, это случится. И вот здесь. Много пища. И многие пищи приходят, и все животные приходят. И они бежат на нас вместе с медитацией. Кто? Докси. Докси. И все животные ходят на нас вместе с ними. Это случилось сегодня? Но в прошлый год мы сделали это, не? Много пищевых людей, которые были в то время. И если вы хотите, то вы хотите, то делать в силенном направлении. В силенном направлении, как в звук не выйдет. Да, без звук. без звуков, тогда хорошо. Otherwise, они будут задерживаться, и они идут и спрашивают. Они спрашивают. Поэтому, если есть много, и спрашивают, спрашивают, как кто-то пришел, как у нас, мы тоже приезжаем домой, и они приезжают домой, как компетенция. Но спрашивают, они не приезжают к вам, но спрашивают, и они приезжают домой. Докси любят это. Они любят работать, и если кто-то работать, они говорят, что они новое. Но если вы можете делать, то есть, кто-то, 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 кто-то? Кто-то, кто-то, кто-то. 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 Потому что они, в какой-то и в каких-тоахахах, кто-то, кто-то, кто-то. О, Но если они не слушают, то не упомянуть. Но в последний раз, люди каждый день упомянули. Не упомянули. Если вы упомянули, то вы будете упомянуть. Вы будете упомянуть. Все. В 3.15. В 3.15. В 4.15. Пупилы приходят. В кор selected руки можно узнать, во 3.15. В 1.15. Их sizerant для контракtschaft. До нуля. Продолжение следует...